По итогам прошлого месяца в Азербайджане осуществлены выплаты по нескольким видам соцобеспечения более чем 2,3 миллиона человек. Отмечается в данных Министерства труда и социальной защиты населения. Более 1 миллиона человек получили пенсии, 417 тысячам гражданам выданы пособия, 297 тысячам – стипендии. Адресную социальную помощь в мае получили 350 тысяч человек, около 83 тысяч – семей. В мае, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост числа граждан, получивших социальные выплаты, составил 6,8% или 148 тысяч человек. На осуществление социальных выплат было направлено 474 миллиона монатов. Это на 24,8% или на 94 миллиона монатов больше, чем в мае 2019 года. С начала пандемии COVID-19 Азербайджан не сократил ни один социальный проект, направил гуманитарную и другие виды поддержки более чем 30 странам мира. Азербайджана нет в числе 150 стран мира, которые обратились за финансовой поддержкой к международным организациям. Страна продолжает диверсифицировать свою экономику, проводить реформы. Социальная политика остается в безусловном приоритете азербайджанского государства. И это, несомненно, оправдано, потому что мы наблюдаем достаточно сложные процессы в мировой экономике. Мировая экономика скатывается в глубокий системный кризис. И в этих условиях роль и значение государства с точки зрения управления социально-экономическим развитием резко возрастает. В период пандемии коронавируса низких цен на нефть, замедление темпов глобального экономического роста, в центре внимания проводимой политики Азербайджана гражданин. Как отметил накануне генеральный секретарь ООН Антонио Кутерриш, сегодня наибольшей угрозе подвергаются беженцы и мигранты. Ни одна страна в одиночку не способна справиться ни с пандемией, ни с миграционным кризисом. Но сообща мы можем сдержать распространение вируса, смягчить его последствия для самых уязвимых групп населения и сделать так, чтобы восстановление привело к улучшению жизни всех граждан без исключения. Международное сообщество отмечает особую роль Азербайджана в координации усилий против пандемии во всем мире. Всемирная организация здравоохранения получила от страны в общей сложности порядка 10 миллионов долларов. В том числе пожертвования в размере 5 миллионов долларов для государств движения неприсоединения.